Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы будем делать вот такой вот значок для первоклассников и не только. Серединку для этого значка мы можем сделать абсолютно любую, потому как ламинируется это изображение с помощью пластика бутылочного. Ну а далее посмотрим, как все это делается. Начнем мы с того, что сделаем лепестки. Нам понадобится два цвета желтый и синий. Вы можете взять абсолютно другие цвета. Я брала ленту 5,5 см шириной. Она у меня нестандартная, потому как нарезаю ее сама. Вы можете взять 5 см, нарезать на квадраты. Нам понадобится желтых квадратов 10 штук, а синих понадобится 8 штук. Создаем вот такие вот лепестки. Для самой медальки я подготовила вот такое вот изображение. Не обращайте внимания на качество. Моя задача показать именно практичность этого метода. Если у вас есть возможность, сделайте изображение максимально качественным. Также я использовала шаблон. Это шаблон из жести. Я брала из консервной банки и вырезала ножницами по металлу вот такую вот основу. Диаметр такого круга 4 см. Также ранее я подготовила уже пластик, который на самом деле присутствует в любой пластиковой бутылке. Он находится под этикеткой. Его вы вырезаете. Некоторое время можно похоронить под прессом. После чего он выглядит именно вот так. Полученную заготовку из бумаги мы помещаем между двумя отрезками пластика. Сверху уже на пластик мы укладываем жестяную основу и вырезаем по контур с помощью паяльника. Продолжение следует... Любые засечки и неровности мы можем подправить аккуратно с помощью огня или зажигалки. Если вас все-таки смущает качество края, который получился, вы можете его подправить с помощью контура. Я брала золотистый контур. Делала два контура по краю круга. После чего делала небольшие точечки. Можете найти свой метод и оформить, допустим, какими-нибудь стразами или другими видами декора. Теперь займемся непосредственно самой брошкой. Дело в том, что она должна крепиться на одежду. И для основы я брала фетровую. Я сделала в ней надрез под серединки. А потом приклеивала туда булавку. После того, как булавка будет зафиксирована, мы сможем второй такой же фетровой основой закрыть нашу булавку. И она точно никуда не денется. Но перед тем, как приклеить первый ряд, обязательно проклейте все элементы из серединки. Для того, чтобы не было лишнего объема. После того, как основа уже с булавкой, мы можем приклеивать первый ряд. Первый ряд у нас будет желтый. В него помещается аж 9 элементов. Приклеиваем второй ряд. Он у нас будет выполнен из синих элементов. И нам понадобится их 8 штук. После того, как наше изображение подсохло, мы можем его приклеить по центру нашей розетки. Но дело в том, не повторяйте никогда таких ошибок, как у меня. Я это все зафиксировала, поэтому смотрите, что будет, если приклеить такого плана изображения на горячий клей. Он просто деформируется, и это изделие пришло в негодность. Поэтому я настоятельно рекомендую вам использовать холодный метод, то есть любой другой клей, который у вас есть. В данном случае у меня это клей дракон. Правда, он долго сохнет и имеет неприятный запах, но тем не менее, в этом случае моя монетка, серединка для розетки, она просто не пострадает. Вот такой вот нестандартный вариант я вам показала. Как можно использовать пластик из бутылки, который всем доступен и который можно насобирать в любом доме. Также это плюс как для экологии, так и для будущего первоклассника. У него будет необычное изделие, которое возможно сделать именно его мама. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!